Братья и сестры Своим ученикам Все посылаю вас Как агнсы Посреди Бога То есть во враждебный Христу Мир, который надо просветить Научить Благословить И вот вооруженные этой силой Божественной, благодатью Божией Апостолы пошли по всему миру И просветили его своими учениями И вся концы Ко Христу привели У каждого человека Есть свой путь Бога И конечно И вот, когда мы помним апостол Так же был свой путь Скорбный Зачастую Очень даже скорбный И тяжелый Вот в откровении О деяниях апостолов Мы читаем Многими скорбями Нам длежит нам войти в Царствие Небесное Вот этот путь Он для всех очень важен Мы говорим о крестоношении Мы говорим о испытаниях Мы говорим о том, что Господь нам сказал Меня гнали и вас будут гнать Это путь христианства Но апостол Павел В своих посланиях всегда призывает К христиан радоваться Во все сложные времена Людые гонения Радуйтесь Он говорил В чем радость Вот по меркам человеческим Не совсем понятно И даже многие Не будут соглашаться с этим Когда какие-то испытания Гонения Мы помним Какие мучения принимали первых христиан Когда их распинали Зверями травили Сжигали Какая у них тут радость Но вот именно Общение с Богом Восприятие благодати Божией Возможность Соединить свое тело И кровь с кровью И телом Христа Вот это истинная радость Которая ведет человека в жизнь вечной Радость о жизни вечной С Бога общением И вот мы знаем В житиях первоакомных апостолов Вот апостол Петр Он простым рыбаком И вот когда его брат Андрей первоапостольный Привел его к Христу Он увидел В этом пророке Как его тогда называли Мессимия И когда Господь призвал Андрея и Петра Служение апостолству Он все оставил Ее уже надо было Детям Он все оставил Водку свою оставил И пошел за Христом Будешь ловцом человека Друж человеческой Так ему Господь сказал Конечно это тернистый путь Вот мы сегодня слышали Чтение евангельского отрывка Как апостол Петр Исповедовал Христа Сыном Бога живого И вот Господь ему ответил Симоний ионий Ты Петра То есть камень Скала И на этом камне Я создам Созив Церковь свою И врата ада Не удаляют И дам тебе ключи от рая Что свяжешь На земле будет связанное Небеси И что разрешишь на земле Вот разрешение Небеси Это конечно относилось Ко всем апостолам Вот этого звания Когда Господь Иисус Христос Уже после Своего воскресения В Симонскую дворницу Пришел Чудесным образом Сквозь двери Затворенные Он все это Благословение Передал всем апостолам И камень Это есть камень веры Вот это исповедание Это и есть тот камень На котором Господь Созил Создал свою церковь Но мы знаем о том Что Вот эта Былкая вера Апостола Петра Она была Еще Славой До Пятидесятницы Когда Трижды Он отрек Санкариста И вот Последняя Глава Евангелия От Иоанна Она говорит Там Когда Господь спрашивает Симоний Ионин Он уже его Петром не называет В этом двуме Он уже не камень Симоний Ионин Любишь ли ты меня Да Он говорит Ты знаешь И так же Трижды он на него спросил И Господь ему Ответил Спасибо Агнесу Спасибо И Господь ему То есть Он Принял это покаяние Он видел его сердце И вот Удивительный Такой случай Который Предание Церковного Сохранился Что когда Особо Принешь и Господь И Господь ему ответил Иду Чтобы быть Опять Распят И вот Эта Встреча Она Повернула Петра Назад И он Вернулся В Рим И был Распят Но Вниз Головой Он попросил Чтобы Распят Я не достоин Укреплять Мостово Видим Вспоминается Некий Юноша По имени Савва Когда Попивали Стефана Первомученика Архидиакова Стефана Те Кто Попивали Одежду Сложили Свою И вот Савва Эта Рим Старожил Эту одежду И очень Приветствовал Чтобы Вот Эта Казень Совершилась Он Собирал Дружины Такие По Несколько Десятков Человек Дружины И Охотился На Христиан И Вот Однажды Когда Он Шел С Этой Дружиной В Дамаск Ему Навстречу Явился Господь Иисус Христос В Ярком Свете Он Упал С Ножем Я С Цеплен И Голос Спасителя Ему Сказал Савва Что Ты Меня Гонишь Трудно Тебе И Против Христиан И Вот Этот Юноша Савва Он Возопил Кто Ты Я Тот Которого Ты Гонишь Как Христос Что Мне Делать Сказал Савва И Господь Направил Дамаск И Савва Священия У Одного Из Семидесяти Апостолов По Имени Анания И Вот С Этого Времени Он Стал Великий Пропадение Камь Евангелия 14 Посланий У Него Были Путешествия Апостольские По Всему Мир И Вот Он Основывал Церкви Он Приводил Людей Ко Христу И Был Очень Почитаем Среди Христиан А Вот Эти Люди Которые Составляли Его Когда-то Дружили Они Поклялись Что Они Уьют Не Будем Есть И Пить Пока Мы Его Не Убьем Вот Это Противление Вот Истин Они Не Знали Господь Обился Сам Но Не Первосвященником Не Книжником Потому Что Господь Видел Его Сердце Видел Ревность Покол Только Она Была Направлена Не Туда В Ложном Направлении И Вот Эта Благодать Божия Она Возрадила Апостола Апостола Павла Они уже стали Носителями Премудрости Божьей Трепости Верой И Любви Вот Имея Это Сокровище Мы Должны Идти За Ним И Стать И Учениками Если Мы Ещё Этого Не Совершили И До Конца Своих Дней Стремиться В этом Совершенствоваться С Божьей Помощью И С помощью Конечно же Брежнее всего Необходим Любите Друг друга Говорили Апостоли Вот Тринадцатая Льва Послания Первого Коринфянам Это Есть Гим Любви Также Надо Познать Эту Любовь Стремиться Познать Ее Праздник Апостоли С Терпой Тринадцатая Тринадцатая